Друзья, классическая история о суде Париса нам будет рассказана Виктором. Так вот, Света, которая есть Мишина жена, задала такой вопрос, что лучше знание или ученик? И этот вопрос, очень такой интересный, глубокий вопрос, вызвал у меня следующее такое воспоминание. Однажды была Троянская война, случилась. Она в греческой мифологии подробно описана. А у троянского царя был сын, звали его Парис. Пишется Парис так же, как город Париж. И вот однажды на Олимпе, где боги все собираются, был пир. Любили они там пировать и радоваться и все такое. Забили стрелку. И вот пришла на этот пир богиня Раздора. И что она достала? Она достала яблоко Раздора и бросила. И сказала, что это яблоко пусть достанется самой прекрасной. Ну и богини, конечно, начали ссориться на этот счет. И было три богини, которые сказали, каждая из них, что она самая прекрасная. Одна была богиня Гера. Она была жена Зевса и всем владела. Другая была Афина, Афина Паллада. Богиня мудрости, в том числе богиня войны, военной мудрости. И была, конечно, Афродита, богиня любви. Вот. И они начали спорить, какая из них самая прекрасная. Ну, спор, конечно, носит совершенно абстрактный характер. Потому что богиня в греческой мифологии может принимать совершенно любой образ. И мы знаем, как та же самая Афина Паллада вдруг приняла образ одного греческого бойца. Причем не просто вообще бойца, а какого-то конкретного бойца. И на поле брания ее там пытались по этому поводу немножко убить. Но не удалось, потому что она как бы богиня. Но, в принципе, богиня принимает любой образ. И поэтому, какая из них прекраснее, вопрос совершенно абстрактный. И пришли они к Парису. А Парису в тот момент, там же было еще, Кассандра предсказала, что из-за него Троя падет. Поэтому его папа, который был царь Троя, его выгнал. И он был пастухом там где-то в горах. И он даже сам не знал, что он принц. И к нему вдруг в один прекрасный день, ему было лет 16 тогда, явились три богини. Они там, конечно, разделись и показали ему все свои прелести. И сказали, какая из них самая прекрасная. Но они были все совершенно прекрасные. Они были абсолютно прекрасные по греческим канонам. Потому что приняли образ самый прекрасный. И когда он сказал, что он не может выбрать, какая из них более прекрасная, ему дали на выбор. Его начали как бы, как бы сказать, подкупать. Богиня Гера сказала, что вот, все, что ты хочешь, весь западный мир будет твой. Ты только скажи, я тебе все это дам. А богиня Афина, или Афина Паллада, как ее называли, она сказала, я тебе не могу как бы все дать, но я тебе дам как бы мудрость, чтобы все это завоевать. Вот это вот знание, о котором Света говорит. Я тебе дам это знание, и ты завоюешь весь западный мир. Это знание и мудрости, это военное дело. Вот все вот это будет твое. Афардита сказала, что я тебе дам в жены самую прекрасную женщину, которая только есть в западной цивилизации. И, недолго думая, этот самый Парис, в русской транскрипте так и называется он Парис, тут Парис называется, эта сцена изображена в Эрмитаже в многочисленных картинах, где стоят три обнаженные фигуры, и Парис там сидит там в каком-то пенечке там и пытается, значит, этот вопрос решить. И Парис выбрал, как известно, женщину. Афардиту, да. И после этого он там поплыл на корабле, познакомился с Еленой, прекрасной Еленой, которая оказалась там женой другого царя в это время. Он ожидал, что это будет девочка, но ему достала жена другого царя, и он ее там увез, и длинная вся эта история, которая кончилась тем, что Троянское царство пало, и грехи, афиняне, более правильно сказать, завоевали всю эту Грецию, и на этом вся история закончилась, и пророчество Кассандры, оно сбылось, и Кассандра оказалась рабыней, и вообще она тоже была дочкой, кстати, этого же самого царя Троянского, и все такое. Так вот, к тому вопросу о мудрости, так вот, к вопросу между владением всем миром, или владением мудрости, или владением предпочтения женской красоты, вот тебе ответ, который дает классическая греческая мифология. А взял бы мудрость, у него бы и весь мир был, и женщины к нему лепли, как я не знаю, что... Ну, может быть и так. Друзья, я обращаюсь к молодежи, которая нас смотрит, вот вместо того, чтобы думать о том, Ruby, там, Python или Java, вот задумайтесь на тему о том, самому программировать, или, например, эксплуатировать тех, кто программирует. Вот тогда у тебя будет сразу... Почему о пошлём? Не, ну вообще пусть подумают. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok